Полгода назад в Владивостоке создали кинокомиссию Приморского края. Они намерены развивать именно региональное кино. И провели первый питчинг, или по-русски говоря, защиту киносценариев. На первый Владивостокский питчинг подали всего 9 заявок. Из них отобрали 5, и этих участников пригласили на очный этап. Потенциальные режиссеры представляли разные идеи. Любовь, война, переосмысление жизни. Каждый попытался подойти к сценарию нестандартно. В нашем фильме герои любят друг друга, будучи не вместе. Будучи вообще находясь в разных мирах. Ну, он уже погиб, а она при жизни. И при этом они друг друга так же крепко и сильно любят. Важно было принести не просто идею, а полностью распланировать производственный процесс. Продумать места, съемок, планы для оператора, время создания каждой сцены и даже цветовую гамму фильма. При этом кинокартина не должна превышать 15 минут. Учиться снимать кино все же лучше на коротком метре. То есть, если ты можешь снять короткую историю, то из нескольких коротких историй ты уже сможешь делать длинную историю. Да, мы будем учиться на коротком метре. Максим – самый младший участник питчинга. Ему всего 12 лет, но в киноделе он не новичок. Уже сотрудничал с молодыми режиссерами Владивостока и принимал участие в съемках фильма на районе. Сейчас хочет снять свое кино под названием «Дерево». Далее Сергей, погрузившись в свои мысли, не замечая стоявшее перед ним дерево, он в него врезается, падает и теряет сознание. Далее он вспомнит некоторые моменты из своего детства, которые полностью изменят его смысл в жизни. Кинокомиссия одобрит только один проект фильма, выступит его продюсером и полностью возьмет на себя организацию съемок. Но питчинг – это не просто конкурс, а часть образовательного процесса для развития местного кинематографа. Команды других проектов, они смогут принять участие в реализации этого проекта победителя. То есть где-то кто-то будет ассистентом, кто-то помощником оператора, кто-то оператором. Мы хотим создать команду, которая бы в течение года, мы планируем, четыре питчинга, реализовывала четыре картонетражных фильма. То есть теперь питчинги будут проводить раз в три месяца. Заявки с уже готовыми сценариями могут подавать все желающие. Вдобавок кинокомиссия готова консультировать по любым производственным вопросам и абсолютно бесплатно тех, кто хочет снять свое кино вне участия в питчингах. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.